На защите границ акватории ежедневно находится и такой погранично-осторожевой катер 2-го ранга. 30-ти метровый «Соболь» способен развить скорость до 44 узлов. Уйти от такого сторожа не сможет ни одно маломерное судно. Способен выполнять задачи при волнении моря до 4-5 баллов, при использовании оружия до 3 баллов. В случае невыполнения приказов об остановке, принятых в международном отношении, мы имеем право выполнить стрельбу предупредительную. Если это не образумит нарушителя, то с разрешения начальника пограничного управления имеем право открыть стрельбу на поражение. Использовать пулемет вне учебных целях пока не приходилось. К счастью, правила пограничного режима все судна стараются соблюдать. Сегодняшний рейд тоже обошелся без нарушителей, но одно дрейфующее судно все же решили проверить. Подойдя к нему на безопасное расстояние и дав специальный сигнал о необходимости осмотра, команда пограничного сторожевого катера спускает бортовое плавсредство и отправляется на проверку. Добрый день, пограничного ФСБ России, майор Гваш, начальник отделения Усеноплотеатра. Будьте добры, судовую роль предоставить паспорта на судокоманду, на членов пассажиров и пассажирскую роль. Добрый день, капитан ДНИС США, вы перебечете. Вот судовая роль, здесь паспорта команды. Прибыли с Новороссийска, с Геленджика? Прибыли с Геленджика, Института геонологии, Академии наук России. Ученые прибыли в Сочинскую акваторию с целью проведения научной работы по изучению гидрологии и окружающей среды Черного моря. Члены экипажа командировки подготовились основательно. Все необходимые документы и разрешения на пребывание судна в море готовы предоставить по первому требованию. Проверка паспортов пассажиров производится и электронно. Таким образом, не сможет проскользнуть ни одна деталь. Соответствующий учет проходят все суда в акватории. И о каждом своем выходе в море капитаны ежедневно докладывают пограничникам. Тех же, кто игнорирует правила, ждут серьезные наказания.